МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В поселке Петровское завершилась реконструкция водозаборного узла. Работы производились параллельно, без останова водозаборного узла. На катке около 10-й школы прошел матч с участием звезд хоккея. Волнуюсь, конечно, всю жизнь мечтали поиграть с легендами хоккея. В Центральной библиотеке состоялся концерт детей с особенностями развития. Украстью везде! Души разве всем! В поселке Петровское в квартирах и домах из кранов теперь течет чистая питьевая вода, которую даже не обязательно кипятить перед применением. Все благодаря реконструкции старого водозаборного узла, построенного еще в середине прошлого века. Оценить масштаб проведенных работ приехал глава муниципалитета Алексей Спасский. Водозаборный узел в поселке Петровское построили еще в 1958 году. Все это время производительность насосной станции была всего 100 кубометров в сутки. Да и качество воды оставляло желать лучшего. Теперь все изменилось. В процессе реконструкции данного ВЗУ была затампонирована скважина инвентарный номер 36, пробурена новая скважина 150 метров в Алексейно-Протвенский горизонт, также была произведена реконструкция полностью замены ствола скважины номер 37. Теперь водозаборный узел в Петровском включает в себя две артезианские скважины, несколько насосных станций, станцию химводоподготовки и два резервуара для чистой питьевой воды. Оценить масштаб проведенных работ приехал глава муниципалитета Алексей Спасский. Работы производились параллельно, без останова заборного узла, чтобы мы не могли позволить, чтобы обеспечить жителей. То есть достаточно сложно было строителям в этот момент, но мы выдержали и построили. В результате мощность насосной станции была увеличена до 400 кубометров в сутки, что позволяет обеспечить чистой водой не только более 1400 местных жителей, но и социальные объекты поселка. Со скважины вода поступает в емкости, далее идет на станцию обезжелезывание, далее путем инновационной технологии обратного осмоса, который за вашей спиной, соответственно, идет очистка обратным осмосом. Затем холодная вода попадает в резервуары и через насосы второго подъема уже уходит жилой фонд. Теперь по своим качествам она соответствует всем нормам Санпина и ее не обязательно кипятить перед употреблением. В домах у жителей поселка питьевая вода в кранах появилась под Новый год. Оценить ее вкусовые качества решил и глава муниципалитета Алексей Спасский. Еще по ним будет пройти лицензировано, тем не менее мы уже сейчас четко понимаем, что тот объем воды и то качество воды, которое существует, позволит не только существующий жилой фонд обеспечить этой водой, но и те перспективные объекты, а у нас здесь два больших социальных, школа и детский сад, позволяют решить эти вопросы на перспективу многих-многих лет. Полностью завершить реконструкцию и сдать объект подрядчик планирует до конца марта этого года. Параллельно в рамках губернаторской программы «Чистая вода» и президентского НАС-проекта «Жилье и городская среда» строительство ВЗУ ведется в Дроздово и реконструкция существующего узла в Орлово. Эти объекты должны сдать в эксплуатацию во втором квартале. Также сформирована программа по замене аварийных водопроводных сетей в муниципалитете. Работы начнутся уже в этом году. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Увидеть своими глазами звезд советского и российского хоккея и сыграть с ними у себя во дворе. Поистине уникальный матч прошел в минувшие выходные в Видном. На льду Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Катасонов и команда жителей Ленинского городского округа. Екатерина Коваленко была в числе болельщиков. Монреаль, Стокгольм, Прага. Игрой прославленных советских хоккеистов наслаждалась вся планета. Теперь это делают Красногорск, Одинцово и Видное. Наши жители могли не только воочию наблюдать, как играют олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка Стэнли, но и выйти с ними на один лед у себя во дворе. Матч между легендами хоккея в их числе Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Виталий Прохоров и командой из Ленинского округа прошел на хоккейной коробке у 10-й Видновской школы. Именно с побед на самых обычных площадках и начинается большая спортивная карьера. Ведь прежде чем стать чемпионом мира, надо сначала стать чемпионом своего двора. Все те легенды, которые у нас здесь присутствуют, вообще в нашей организации, все на сценарии во дворе. Все. Вот такой классик, не такой, как что льда был, но именно там. Ранее матчи такого масштаба и формата в Московской области не проводились. Сейчас же это стало возможным благодаря серии игр под названием «Выходи во двор». Она проходит по всему региону. Главный успех этого проекта не счет на табло, а та идея, которую заложил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, чтобы люди занимались спортом по месту жизни. Обыграть легенд любительской команде, конечно, сложно, но это как раз тот самый случай, когда победа, пожалуй, и самое главное. Куда важнее просто сыграть в хоккей с культовыми спортсменами. И это невероятные эмоции. Волнуюсь, конечно. Всю жизнь мечтали поиграть с легендами хоккея. Это действительно незабываемое впечатление. Это праздник только для любителей спорта, но и для жителей. Я считаю, подобные встречи должны быть регулярные. Массу эмоций подарил матч и зрителям, которые собрались, кстати, не только на трибунах, но и на балконах соседних многоэтажек. После таких ярких спортивных праздников число желающих заниматься хоккеем наверняка станет больше. И в планах администрации муниципалитета увеличит количество подобных площадок. Сумасшедший имеет спрос, отклик у людей. Поэтому мы на следующий год четыре таких катка установим в целом по округу в разных локациях, для того, чтобы можно было людям рядом с домом прийти на каток. В перерывах между основными периодами на лед вышли два состава юных спортсменов Видновской школы хоккейного мастерства «Реванш». Глядя на чемпионов, семилетний нападающий Павел Амилаев играл как никогда. И шайбу он забил уже на первых минутах. Каково тебе сегодня выходить на лед вместе с чемпионами? Какого-то. Какая твоя мечта? Стать военных онкеистов. Видное – третий город в Подмосковье, где прошел матч с чемпионами и первый, где мастеров заставили поволноваться. Если раньше легенды хоккея уезжали победителями, до команды Ленинского округа очень постаралась. Итоги встречи 4-4. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Евгений Садовский, Сергей Ларин, Константин Брылов, Елена Кошелева. Виднет-ТВ. Сугробы этой зимой достигают рекордных показателей. Мы продолжаем следить за тем, как ведется уборка снега в нашем городе. Обильные снегопады продолжаются всю зиму. Очередной прошел минувшей ночью, и уже с раннего утра городские службы занимались устранением его последствий. Территория города поделена на участки, работы на которых ведутся поочередно. У меня 6 таких участков. Значит, работает на данный момент у меня 8 единиц техники, 48 человек. Значит, проводим работы по уборке снега, вывоз снега. Работаем в усиленном режиме, в круглосуточном. Ребята работают в 2-3 смены. Техника также работает в 2-3 смены. За выходные вывезли более 1500 кубов снега. Во дворах снег сначала собирают в большие кучи, после чего начинается вывоз на специальный полигон. Ситуация осложняется из-за припаркованных машин во дворах. Рабочим приходится вручную вычищать пространство между автомобилями. Если бы припаркованных машин не было, мы бы убрали все техникой. Это было бы гораздо быстрее и эффективнее. О предстоящей уборке во дворах автовладельцев предупреждают заранее через объявления и социальные сети. На проезжей части приходится подключать сотрудников госавтоинспекции. По широким дорогам, там ГАИ ездят, они эвакуируют, эвакуаторы убирают машины. А вот предварную территорию очень сложно убирать. Самая сложная – обстановка с уборкой в 6-м микрорайоне на Березовой и Завидной улицах, а также в Купеленке. Чтобы помочь коммунальщикам и самим себе, инициативные жители объединились и в выходной день вычистили свои дворы от скопившихся снежных завалов. В целом, видновчане отмечают, что городские службы справляются со своей работой, но есть места, на которые стоит обратить внимание. Да, во дворе, в принципе, убирают, но там у магазина очень скользко. Я, допустим, еле прохожу, я не знаю, как более пожилые люди будут проходить. До конца календарной зимы остаётся ещё месяц, а значит, борьба со стихией будет продолжена. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Необычный концерт состоялся в Центральной библиотеке города Видное. Его участники – дети с особенностями развития. Исполнили всем известные и любимые песни из советских и российских кинофильмов. Эти песни все знают, и поэтому наши читатели, наши гости будут нам сегодня подпевать, нашим артистам. Нынешний концерт, в котором прозвучали песни из известных советских и российских кино и мультфильмов – не праздное развлечение, а часть важной работы с особенными детьми. Каждый месяц примерно у нас готовится новая программа, и мы стараемся отчитаться, сделать концерт, чтобы переступить уже к разучиванию нового материала, новых песен. Почти год в Центральной библиотеке Видного работает кружок «Колорит», который был создан на базе клуба «Дорога в жизнь», объединяющего детей с особенностями развития и их родителей. Если раньше ребята в основном практиковали рукоделие, то теперь их занятия стали куда интереснее. С ними работать одно удовольствие, потому что ребята очень добрые, ребята талантливые, и мы сначала вроде бы рисовали, устраивали выставки, а потом, когда у нас появился замечательный Олег Кандратюк, мы уже имеем возможность профессионально, так скажем, заниматься музыкой. Подобные музыкальные занятия позволяют детям раскрепоститься, раскрыть свои творческие возможности. У нас все везде, души нас везде! Кружок «Колорит» был открыт в муниципальном центре культуры поселка Совхоза имени Ленина, но посещают его дети со всего Ленинского городского округа. Когда мы встречаемся, такая отрада. Именно встреча, попели, пообщались. И в этом ценность этого кружка «Колорит», который был создан Совхозом. Помимо музыкальных номеров, участники кружка «Колорит» и клуба «Дорога в жизнь» участвуют и в театральных постановках. Творческая жизнь не останавливается здесь ни на минуту. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Тошлева. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.